Какие ваши любимые алкогольные напитки? Что вы пьетесь в пятницу? Вот. Фармкомпании прикрывают эту информацию от людей, потому что они зарабатывают бабло. И вот на 70-м километре меня начало баять. У каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. Ты помнишь своего первого пациента, который умер на столе? Привет, меня зовут Роман Кириллович, это French TV. Как же я все-таки рад вернуться на YouTube с новым сезоном, сезоном экспериментов. И сегодня у нас выпуск, который вряд ли бы появился раньше на нашем канале, потому что он в первую очередь связан с бегом. А я, как вы понимаете, вообще не бегун. Но все началось на самом деле с компании «Новая почта», которая, как вы помните, является клиентом French. Мы им в далеком 2014 году помогали запускать, создавать, перезагружать, улучшать их франшизу. Сейчас это компания, у которой более 7 тысяч отделений. Большая часть открыта по франчайзингу, кстати. Это компания, которая является, ну знаете, ксероксом в сфере логистики, доставки. То есть очень плотно ассоциируется с этой сферой. Но помимо логистики «Новая почта» сейчас это еще и бег. Дело в том, что компания уже много лет инвестирует деньги, время и свою энергию в то, чтобы популяризировать бег в Украине. И сегодня мы поговорим с основательницей «Новой почты» Инной Поперешнюк о том, зачем эта компания, что это ей дает, и ради чего они, собственно, занимаются развитием бега в Украине. Кроме того, у нас будет совершенно невероятный спикер, герой Александр Стаховский, хирург, онколог, человек, с которым мы пообщаемся на тему, о которой иногда даже думать не хочется. О раке, который является одной из самых распространенных причин смерти человека. И третьим нашим героем станет Сергей Прискорник, которого еще называют «бегущая борода», человек, который пробежал 150 километров от Харькова до Полтавы. В общем, как вы понимаете, у нас будет совершенно необычный, но, я вас уверяю, интересный выпуск «Новой почты». Поэтому подписывайтесь на канал. Пока еще горит красный сигнал светофора, сделайте вашу кнопочку подписки не красной, а серой. Пора ехать! Бег, мне кажется, это самый сейчас популярный спорт. И уже, мне кажется, становится бегуном как-то вроде не круто из-за того, что все им занимаются. Вот я, например, выбрал для себя ходьбу. Я год назад, я не то, что сейчас суперходой, но год назад я весил 130 килограммов. Я понял, что бежать нельзя, потому что травмоопасно, там колени, вся. Ну да, и кардио нагрузка будет. Да, 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 большая, на сердце не нужно. Я просто начал ходить. Я просто встал в один день и пошел. Когда понял, что уже все, 130 это too much. Я ходил 4 месяца вокруг дома. Не все 4 месяца, но регулярно. Я больше 20 килограмм сбросил. А вы, я так понимаю, пришли в бег не из-за лишнего веса или каких-то вопросов со здоровьем. 4 года назад я пришла на тренировку бегового клуба в Полтаве. Круг стадиона 400 метров стандартный, да. Я пробежала его быстро, красиво, все. И потом у меня началась на следующий день, у меня была жесткая крепатура. Реально жесткая крепатура. 400 метров. Так. Я брала вот так вот ногу и ставила ее в душ. От этих всех приседаний, от бега. Думаю, боже, да какая же я слабая. Да что это такое? Ну как это? Люди бегают 42 километра, 21 километр. А я 400 метров и еле живая вообще. Я поставила себе задачу, что все-таки я сильная. Вот. И я буду стараться бегать каждый день. Я спорт ненавидела всю жизнь. Я на физкультуру просила маму писать мне освобождение. Они мне писали вот эти записки там. Я боялась очень физруков. Я боялась каната. И поэтому я никогда не любила физкультуру, да. И вот Новая Почта была титульным партнером киевского полумарафона много лет. Я как представитель компании пришла, часто ходила на открытия. Мы с Дмитрием Черницким там давали старт, стреляли, говорили на путьстве бегуна. И я пришла к Диме. И вот он мне подарил, помню, кроссовки беговые Adidas. И там я купила лосины первые. Я надеваю лосины и понимаю, о боже, это так красиво. Так облегает. Ты вроде становишься такая стройная, спортивная, подтянутая. Хотя если когда снимаешь, ты кажешься себе абсолютно другой. И вот все вот эти факторы, это какой-то внутренний вызов, это кроссовки, это лосины, в которых ты очень красиво смотришься. И я начала бегать. Недавно случай был, но я не буду называть, кто это. Ну, в общем, назовем так, одна знакомая. У нее были какие-то проблемы, они долго не могли выяснить, что. Больно ходить, там, походил, лежишь потом 8 часов. Пока домработница не сказала, слушай, я вот эту симптомы видела в Докторе Хаусе, в такой-то серии. Она пошла, посмотрела. Нет. И так оно оказалось. Потом в Германии как бы лечили. Прикольно. Вопрос в том, что в Докторе Хаусе очень много, конечно, реалистичных историй, они хорошо подбирали. Но, конечно, вот эта вся сопровождировка, УЗИ какие-то, там, операционные, это, конечно, такой полный, такая фарска, такая киношная, что врачу, конечно, не особо. Но общение врача с пациентом, и вот этот вот, у Доктора Хаусе очень хорошо описанные пациенты, которые чуть-чуть выходят за рамки адекватных людей, у него же там крайние, такие крайние крайности очень большие. Там, конечно, очень много юмора, очень хорошо. То есть это можно перенять. Конечно, это не нужно для меня, потому что я с онкологией работаю, в первую очередь. Но это очень интересно. Грубо говоря, в нашем организме есть постоянный рост новых клеток. Мы сейчас стоим, снимаем интервью, у нас растут клетки. Растут клетки. У нас, я тебе скажу больше, у нас есть клетки опухолевые, которые рождаются в организме и которые в этот же момент иммунная система наша убивает. Постоянно это уже происходит. В какой-то момент, где-то происходит надромный момент, когда иммунной системе уже справиться очень-очень сложно. Она не успевает каждую клетку перекрыть и где-то одна клетка выстреливает. И вот когда эта одна клетка выстреливает, может произойти то, что она себе одна, потом их две, потом их пять, десять. И они все имеют свойства регулируемых организмов. Это такой внутренний Майдан. Да, 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 да. Всегда намного легче оперировать спортивных людей, чем толстых, которые о себе не заботятся, там, сахарный диабет. Ты можешь даже подумать банально. У тебя есть, например, какой-то орган, который тебе нужно удлить. Например, плохая почка поражена опухолью. У толстого человека, для того, чтобы сделать этот банальный разрез, у него еще надо преодолеть 15 сантиметров жира. Соответственно, чтобы достигнуть точки, которая находится там, пускай, 15 сантиметров от поверхности, чего еще плюс 15 жира, тебе нужно из разреза делать дольше, потому что тебе же нужно что-то увидеть там. Тебе нужно это развести. Чем больше этого жира западает, тем сложнее. Почка, соответственно, тоже вся в жиру там. В общем, худейте, чтобы вам, вашему хирургу было проще. Худейте, чтобы не заболеть. Отрезать вам какую-то почку там, или чего вам не надо? Смотрите, худейте, чтобы не заболеть, потому что люди, у которых повышенная масса тела, они, к сожалению, имеют более высокий риск заболеть онкологическим заболеванием. Я бегаю очень много, и я являюсь, хожу, точнее, в ассоциацию, секундочку, серийных бегунов, почти как убийцы. Вот. А это всемирная ассоциация, в которую входит всего лишь там 400 чем-то человек. В мире? Да. И я один из них. После каждой пробежки ты скидываешь трек, по которому бегаешь, они фиксируют, если устраивает все правда и честно, они тебе его засчитывают. Если ты пропускаешь один день, все предыдущие дни аннулируются, ты начинаешь с нуля. Вот сегодня у меня была 991 пробежка каждый день. Мы начали, на самом деле, вот когда ты вошел к нам в офис, с этого, как это правильно сказать, это символ, медальончик? Ну, скорее всего, медальончик, но это подарок от жены. От жены? Да, она меня сопровождала весь маршрут. Со сколько ты это сделал? Я это сделал за 14 часов 50 минут. Сразу по правочке сделал, я кайфанул, я только первых 50. А 100? Все остальное была работа, терпеж. Старт должен был быть 5 часов, я начал в 4.50. Приехали мы на место, это уже было прохладно, даже мороз был, снег небольшой шел. Помолился про себя и побежал. Меня сопровождал мой друг Рома и моя жена. Сопровождали на чем? На машине? На машине, да. Мы договорились так, что первая остановка будет после 50 километров. То есть, меня не трогать, я сам с музыкой, сконцентрировался, побежал. Кайфанул я первых 50 километров, остановочка, я попил чуток водички, что-то перекусил. А, это было 2 скибочки апельсина и яблоко съел. И в путь. Это сколько часов прошло? Это 3 с копейками, 4 может быть. И вот на 70 километре меня начало боять. Саш, какой самый популярный рак? Есть же там какой-то внутренний рейтинг вашей? Легкие простаты. Легкие простаты. То есть, твоя специальная... Ну, моя простата, у меня второй. Ты занимаешься самым хайповым раком? Да, скажи. Среди мужчин, среди мужчин. Урологи вообще, ну, урологической локализации на самом-то деле мы имеем почку, простату, мочевой пузырь в десятке. То есть, у меня 3 локализации в топ-10. Раскрученные, вот эти случаи болезни знаменитости, да, то, чего там, не знаю, Жанна Фриске, Стив Джобс умерли, рак головного мозга и поджелудочная, да. И на тем, потому что мозг это вообще такая страшная локализация, там опухоли развиваются крайне-крайне быстро. Поджелудочная железа по своей локализации это очень агрессивное заболевание, у которого, несмотря на даже раннюю выявляемость, бывают ситуации, когда она за полгода человека убирает полностью. Есть версия вот от профессионала, почему, почему Стив Джобс умер? Ну, потому что, если бы у нас была возможность сегодня излечить абсолютно все, то мы бы, наверное, об этом точно все знали. Ешь куча всякого, там, типа, грибы лечат рак, там, много пить соды, все будет хорошо, врачи прикрывают, что сода на самом деле лечит, потому что это дешевый метод, а то и лечит. Сода? Сода там. Что с ней надо делать? слушай, там что-то мешает, то есть чем-то. Вопрос не в этом, просто там, что есть куча каких-то форматов. из-за того, что это кислота? Щелочек кислот. Вопрос не в этом, типа фармкомпании прикрывают эту информацию от людей, потому что они зарабатывают бабло типа на препаратах, поэтому им невыгодно говорить, что щелочь на самом деле эффективно. И вот это вот такая мулька летает по интернету, и там у меня есть люди, которые кору дуба, сок, лимонный сок с водкой, короче, люди керосин пьют, ну то есть это такой просто, сону можно кушать? Помогаешь? Кушать можно все что угодно, вопрос в том, что это неэффективно лечит рак, а так да. Меня начало паять. Это что такое? Это когда ты бежишь, и тебе в голову лезет вообще какая-то ерунда. Мне внутри говорят, блин, нафиг оно тебе надо, ты что, успокойся. Сережа, вернись домой. Да, 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 а ты бежишь, у тебя получается полоса по дороге, и ты в машины ездят, и ты считаешь все трупики, которые сбили автомобилисты, там сколько зайцев, сколько кошек. А венки? Венков не было. Вот, и на самом деле очень тяжело стало, вот я уже вспоминал всю таблицу умножения, все, что знал, вспомнил, что было в восьмом классе, с кем я там встречался, вспомнил, что учительница по физике мне рассказывала, то есть вот все вспомнил, когда в обычной жизни это тяжело было бы вспомнить. Да. Вот, и я уже дотерпел до, реально дотерпел до 75-го километра, это было следующей остановкой. Я подбежал, тоже покушал, я был перекус, там кусочек халвы я съел, но уже может... Интересный какой-то рацион, халва, апельсины, они как-то дают хоть что-то, там уже ни белка, нифига нету. Самое главное, чтобы что-то засыпать. Ты когда бежишь, я как в печку насыпаюсь, оно загорает, загорает, загорает. Просто калории. Да, да, попил водички чуть-чуть и побежал, вот. Ближе к сотке меня уже встретили ребята с Полтавы, мы уже вместе бежали втроем до Полтавы. Мы за комфинишнули на полтавской ротонде возле памятника с галушками. Ребята с Полтавы пригласили домой, я сразу в джакузи ушел, мне насыпали вот такую вот тарелку пасты со всем, чтобы можно было, сок такой, салат. Я съел все за один пресет, вот так вот. Если по цифрам, то я потратил почти 10 тысяч калорий, похудел на 5 килограмм, чуть-чуть устал и домой попал в 2 часа ночи и на следующее утро я уже потрусил 7 километров уже в Харькове. То есть я не мог пропускать дни, бегая, если пропускаю, мне нули. Дисквалифицирую? Да. Бег у меня каждый день вечера. Я бегаю после работы. Я не могу бегать утром. Я вот вечерний забег, я всегда отдыхаю. Я расслабляюсь после работы. Ты напряженный рабочий день. Коммуникации с тысячами людей, сотнями, да, у тебя встречи, звонки. Ты тратишь на это кучу энергии. Я кроссовочки раз, спортивную форму, выхожу, я даже наушники не беру, музыку не слушаю. Я полностью остаюсь наедине со своими мыслями. Не скучно? Вообще не скучно. Ты остаешься сама со своими мыслями, а в голове их, у меня их очень много. Я свой благотворительный проект команды Черенекив придумала, вот когда-то бегала, гуляла, да, потому что у тебя, у меня наоборот, у меня очень много идей. В беге придумала сделать совместные, там, званые ужины в нашем ресторане мы будем делать, да. Я хочу там развивать украинские семейные ценности в ресторане. И это... Я не могу просто... Просто так весело катиться. Помочь? В общем, мужик потерял ножку от стола, и она вот стала нашим участником, нашим интервью. Я планирую иногда даже вопросы на собеседование, которые у меня будут на следующий день там с кандидатами. В новой почте или в ресторане? В новой почте, в новой почте. Вы собеседуете людей там? В новой почте? Конечно. Ну, понятно, я не собеседовала. Раньше я собеседовала рядовых операторов, рядовых менеджеров, галтеров. Сейчас я глава кадрового комитета в наблюдательном совете группы, и я собеседую топ-менеджмент. Вот завтра у меня собеседование топу. Что бы вы посоветовали этому человеку? Он не увидит это в интервью до завтра. Да вообще расслабится. Я никогда, никогда не заставляю людей нервничать на собеседование. Они сами нервничают. Они нервничают, это стресс, они волнуются, поэтому зачем? Я вообще могу задавать вопросы на собеседовании, которые абсолютно отличаются от каких-то функционалов. Например, какие ваши любимые алкогольные напитки? Что вы пьете в пятницу? Вот. Все, пошли разговоры. Это нормально. Окей. Да, если вы сказали вино, пиво, виски, водка, это ваш выбор. Ничего страшного. Это тоже, но сначала ром. Пейте ром. И у нас идет тогда разговор. Плюс я обычно спрашиваю у людей еще такой мой любимый вопрос, это назовите свои слабые стороны. Люди называют, да? Смелые люди об этом говорят. Они говорят, что учитывая то, что я иду на топовую позицию, я буду менеджером, управленцем, но у меня там проблема с... Клептоман я. Да. А я еще очень люблю на собеседованиях, когда люди говорят, я не бегаю, но начинаю, я буду бегать. Это вот... Они знают, посмотрели ваш фейсбук. Да-да-да, они смотрят фейсбук, инстаграм, и такие, я не бегаю, но я буду бегать. Я обещаю, и не надо, пожалуйста, не надо бегать. Я помню, когда мы провели в Полтаве 6 лет назад первый марафон, это было 600 человек без каких-либо пиар-компаний, без какой-либо там маркетинговой поддержки. 600 человек в город Полтава, где население 300 тысяч. Вы знаете, у меня сейчас говорю, у меня вот такие мурашки радости. Я пришла домой, я на таких... Я такая была счастлива, мне казалось, это вот самый счастливый мой день, да? Вот мы идем правильно, но идти дальше, это круто. Открываю фейсбук, писать вот эти эмоции, людям рассказать, и тут я начинаю читать. Да вы, да вы перекрыли дороги, да горите вы там, да вас бы, да что вы, и давай, вот эти вот такие гнусные комментарии этих людей, я очень волновалась. Но сейчас, вы знаете, каждым годом мы перекрываем дороги уже в 12 городах Украины. Уже с 12 городов пишут. Ну, но пишут уже все меньше. Количество хейтеров увеличилось. И меньше. Я смотрел твое интервью самому себе, когда сидел на скамеечке, рассказывал, прикольно, сказал одну фразу, которая меня цепановала, но я думаю, у многих зрителей, что у каждого хирурга есть свое маленькое кладбище. Да, это стандартная фраза, да. Возможно, когда я был просто урологом, у меня там в карьере каких-то там 3-4 года было, когда я до онкологии еще пока не добрался, я даже не мог себе представить, что такая фраза потенциально может быть. Работая в онкологии, у тебя однозначно это присутствует, если ты являешься оперирующим хирургом. Ты помнишь своего первого пациента, который умер на столе? Слава Богу, у меня пациенты на столе не умирали. То есть после? Ну, хорошо, после. Ты узнал, вот тебе позвонили или там кто-то сказал? Помню, помню. Ну, это же все равно какой-то первый раз какой-то... Тяжело, первый раз очень тяжело, конечно, там, ну, то есть ты там, ты думаешь, что ты мог бы сделать иначе, ты думаешь, может быть, я где-то ошибся. Мой случай был, который, когда умер мой первый пациент, в моем понимании все хорошо было. Ну, то есть у меня было все хорошо, он вышел на выписку. Там, перед выпиской он встал, прошел по отделению, упал уме. Но родственники, это специфическая категория, потому что родственники бывают разные, а это именно те люди, если не дай бог, что произойдет, которые будут твоими оппонентами, там, в суде, в жизни, в полиции, ну, где угодно. То есть, да, в жизни, которые могут там тебе машину поджечь, там, руки поломать и так дальше. Было что-то подобное? У меня никогда не было. У меня никогда не было. коллег, у которых реально там руки ломали, короче, ну, то есть, нападали вечером на людей. Самая, наверное, моя дорогая сегодня операция, я не буду говорить, в какой клинике, я не буду говорить, какая операция, да, будет стоить, наверное, 170-180 тысяч гривен. А твой доход здесь чистый? Чаще всего я больше... 50%, 60%, 70%, 80%. Это круто было бы очень. Сегодня частные клиники города Киева, к сожалению, пока еще направлены на заработок денег для себя любимых, а не для тебя, как врача, который работает у них. Так сколько тогда врач получает? 20%? 30. 30? 30. И то есть, если я за свои операции зарабатываю 1000 долларов, то это считается хорошо. Все, что выше, это считается очень хорошо. А все, что ниже, типа, ну да, ну, окей, неплохо. Давай поговорим о втором твоем увлечении. Это плогинг. Меня называют первый плоггер Украины. Как бы это я не давал себе такое вот название. Это люди и вообще в СМИ так распространяют. У меня был очередной этап подготовки к забегу. Это был трейл. И у меня дома буквально есть озеро и лес. Трейл – это по пересеченной местности, там болото, пески, короче, грязь. Начал бегать, тренироваться туда. И когда я забежал, я просто шокирован был. Там люди очень много отдыхают, причем и зимой, и летом. Мусор нереально. Ты, грубо говоря, бежишь по мусору. И вообще неприятно было, что забегаешь в лес, лес, шишки, запах там. Все круто, свежий воздух, легко. А тут забегаешь, такое впечатление, что на свалку забежал. Вот. И я начал бегать в этот лес. Сколько килограмм оттуда вынес? Почти три тонны. Три тонны? Почти три тонны? Это вот третий год. Вот сколько я бегаю каждый день. А то не в год. Взвешиваешь каждый раз? У меня есть весы, были весы, но потом я устал с собой брать, как бы он, крючок этот колется. Ну, плюс-минус на взгля... этот... Постоянно кровь льется еще. Бегу вот это. Что никогда не берешь? Это медицинские препараты, шприцы, что-то, то, что я не знаю. Сразу скажу, о уникальной своей находке это был гранатомет. Точнее... Посто лежал гранатомет? Он был уже использован. Это как бы туба такая зеленого цвета, которую дети называют базукой. У меня даже где-то в Минсте оно есть. И мне там пишут, что ты не побоялся, но как бы... Я служил, я почти 7 лет отдал армии, то есть я понимаю, что это. Но опять, с опаской подходил. Еще носят эти шоколадки, конфеты, бутылки с коньяком. Ты вылечу человека от рака, он тебе... Бывает такой, что приносит коробку конфет? Да, бывало. Ну, коробку конфет давно уже не приносили, но бутылку... Это стабильная тема. Очень круто, когда тебе бывает такой, типа, доктор, мы у вас были там 3 месяца нас привели, все большое спасибо, мы вам тут привезли, я на заводе работаю. Так знаешь, там пакет, а там 3 пластиковые бутылки, закрытые крышкой, такое... Слушайте, я там на водочном заводе работаю, там это... Я слилал. Это там бурштынивка, это там какая-то журавлынивка, это какая-то... И там суммарно 4,5 литра. И ты такой... Блин, что с этим делать? У меня когда-то был постик про алкоголь, который вы носите типа врачам, ну, слушайте, не прекращай. То есть вы реально хотите, чтобы я вот это пил все и потом шел на операцию? Как вы это видите вообще? Вот. Мне круто, когда принесли очень клубнику было. Клубника была хорошо. Очень интересно, я посмеялся, когда мясо принесли. Сырое? Да, сырое мясо. Сырое мясо там. У меня... Слушай, ну я тебе скажу, у меня есть истории... Это как происходило? Он такой типа, ну вот вам я тут в Новусе купил. Типа доктор там и вам привезли. Свежину привезли. Ну, свежину, это же свежина. Вы нас вылечили, а мы тут свинью убили, да, вот принесли вам. Все время, которое занималось плоггингом, было очень много уникальных находок, не считая гранатомета в базуке. Я находил дважды телефоны, дважды находил кошельки, да, с деньгами. И один раз нашел даже человека в лесу, но он выпил просто. Мы не подготовились, к сожалению. Мусора нету, собирать нечего, но... Я с утра уже побегал. Пособирал мусор. Пособирал. Есть такой населенный пункт, как Бабаи у нас. И речка такая небольшая, не широкая. Есть места, где с одного берега на другой можно перейти сугубо по мусору. Тупо, и ты не наможешь себе ноги. Там получается, как деревья упали, заградили течение, и мусор начал весь собираться. И он копился, копился, а люди же там ездят на машины по мосту, кто-то что-то бросил. О, мусорник. Да, да, да. И оно копится, копится, и я реально сам ходил по этой речке, я намахил ноги. И мы когда поехали на эту речку, со мной знакомый поехал, он когда-то занимался торговлей. Говорит, вот эту бутылку уже не выпускают в 8 лет. Ее просто уже нет вот с вот этой наклейкой. Я беру, а там написано какой-то там вот. Ну, так 200 или сколько лет? До 500 лет бутылка расклад. Сейчас же идет прямая трансляция, есть до сих пор, можно загуглить, разложение бутылки онлайн. И как? Ну, пока никак, пока она ровно, пока лежит там, не знаю, какие-то помехи есть в камеру, а так, в принципе, просто лежит. Инна, скажите, зачем новой почте бег? Потому что вам это нравится? Или вот, ну, какая цель вообще, если она есть? Смотрите, бег, вообще сам бег, он очень как бы похож на бизнес новая почта, да, это движение вперед. Бег, ты движешься вперед, и новая почта движется вперед. Бег, это самый доступный вид спорта. И мы пропагандируем как раз эту доступность. Ходьба, самый доступный вид спорта. Ну, так же самое, как и век круга. Немножечко быстрее, да. За ходьбу вам не дадут медаль. Очень жаль. Вот, а век, это самое новое. Я четыре месяца ходил вокруг дома, где моя медаль? Ну, можно, кстати, придумать, сделать какой-то походы вокруг дома на скорость. Самый ленивый спорт. Да. Но у нас канал все-таки о бизнесе. Какая в этом бизнес-выгода? А в этом нет бизнеса, это социальный проект. Это статья расходов для новой почты? Конечно. Это новая почта вкладывает миллионы гривен. Миллионы гривен. Миллионы гривен. Миллионы гривен мы вкладываем в марафоны. В год. Но это не 5 миллионов, это больше. Мы тратим на то, чтобы развивать БЕФ в Украине. Так. То есть своей прибыли новая почта тратит деньги. Ну, на клиентов это влияет? Да, они бегать начинают. Но все-таки вы чувствуете хоть какой-то эффект для бизнеса новая почта? Смотрите, это, во-первых, это очень классная реклама бренда новая почта, да? Потому что бренд новая почта уже связывает с бегущим, ну, с бегом, да? Потому что бег это новая почта. Но это однозначно лояльность клиентов, да? То есть мы настолько ответственный бизнес, что мы не только доставляем ваши посылки, вот, мы еще и заботимся о вашем здоровье. Вот я приходил на работу, да? У меня там под кабинетом у меня 10 человек. Ты людей этих консультируешь, 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 потому что, значит, уже пора подниматься в операционную. Ты бежишь в операционную, потом параллельно выходишь с операционной там 8 пропущенных. Ты там мчишься в частную клинику, там куда-то консультируешь, туда-то еще. То есть ты потом приходишь домой, у тебя вот такой чух. Потом ты открываешь свой телефон там мобильный, грубо говоря, а у тебя еще на Viber экстра 10 сообщений от пациентов, которые чего-то тоже хотят. И вот ты когда в таком вот этом бардаке всем, да? Бег на тот момент, когда тебе по барабану что тебе звонит кто-то. Ну, то есть, ну, какая тебе, МРТ, запишите нас. Тут ты отслыжил это все в сторону и побежал. И у тебя нет. Но ты без телефона бегаешь? Ну, я бегаю с телефона, потому что я слушаю музыку. Поэтому... Что слушаешь? По псу. Я слушаю по псу. Вот то, что сейчас слушаю на радио, люди, я то и слушаю. Старый рок, да, с большим удовольствием там в операционной можем послушать какие-то там... В операционной? В операционной всегда музыка. Какая? Ну, как бы из такого, из такого прям, чтобы тяжелого такого, что, знаешь, не особо режет уши. У нас там Ленинград бывает, играет. Не особо режет уши обычно песни Ленинграда. Ну, это не так, это не типичная. Но в целом, как бы, я говорю, там всякие там... И классический рок у нас играет хорошо в операционной, там, и современная попса, там, входит-то там, какой-то, не знаю, Леди Гага, там, и Бритни Спирс, и Мадонна у нас, может быть, и Джастин Тимбервик. Ну, то есть, я такой... Мы все, мы все слушаем. Супер. Бег, это очень классная разгрузка. Это очень классная разгрузка, эмоциональная, психическая, и в том числе, физическая. Вот попробуйте когда-то после работы, честно, вот вы целый день сидите за компьютером, телефон и все, а потом просто вот свежий воздух, вы бежите. У вас настолько все меняется в организме, вы потом приходите домой уже после бега, 8-9 часов, ты полна сил, ты все, ты вообще, ты активная, свеженькая, вроде ты только проснулась, а у тебя за плечами день. Единственное, для кого этот совет не очень подойдет, это для курьеров глава.